Отступать некуда, позади Москва. Среди крупнейших событий Великой Отечественной войны битва под Москвой занимает особое место. Именно здесь, на поступок к столице Советского Союза, хваленная гитлеровская армия в течение двух лет легким маршем, прошедшая многие европейские страны, потерпела первое серьезное поражение. Разгром фашистских войск под Москвой явился началом коренного поворота в ходе войны. Прошло уже 70 лет, и мы продолжаем чтить память погибших на поле боя. В Российском университете дружбы народов регулярно проходят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. В честь 70-летия битвы под Москвой в Центре культуры и искусства «Меридиан» студенты Руден организовали праздничный концерт. На него приглашены более 200 ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них не только герои битвы под Москвой, но и те, кто рисковал жизнью на других фронтах. Мы участвовали там в обороне Ленинграда, рядом с Ладовским озером, где следили ожесточеннейшие бои между немцами и нашими. Немцы хотели закрыть кольцо вокруг Ленинграда и тем самым перерезать дорогу жизни по Ладовскому озеру. А вот мы как раз там, выполняя свои задачи, препятствовали это. Я была в детском доме. Правительство также заботилось о нас. Нас никто не обижал. Нас выучили, сохранили нам жизнь, дали путевку в жизнь. И несмотря на то, что сейчас говорят, вот в детдоме плохо там, то все неправда, нам было и в войну хорошо. Мы работали, как могли, под девиз «Все для фронта, все для победы». Концерт через 70-летие битвы под Москвой отличался особым единством культур. Свои национальные танцы представили учащиеся из Центральной России, Осетии и Северного Кавказа. Особенно тронуло зрителей выступление студента из Африки Джошуа Арабии. Юноша исполнил песню «Землянка» на русском языке и поблагодарил ветеранов за их великий подвиг. Далеко, далеко Между нами снега и снега До тебя мне дойти далеко А на смерти четыре шага Бой, гармоника, в юге нас плод Заблютавшие счастья забыли Беволодной землянке тепло От моих негасимых любви Да и как могли не тронуть эти выступления? Молодые люди и девушки с разных концов света Превозносили в песнях подвиг нашей страны А ветераны подпевали им из зрительного зала И, должно быть, думали Ведь за это мы и воевали За молодость, за счастье, за мир между всеми народами Татьяна Хромова, Эдуард Неклюдов Новости ТВ РУДН Редактор субтитров А.Семкин